Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Сегодня у нас все по классике. Мощнейшие футбольные инфобомбы, ваши гениальнейшие вопросы, мои барахлянские ответы. Но сначала подписываемся на канал, бьем в колокольчик, ставим изумрудный лайк, а теперь поехали. Малком хочет в ПСЖ. Продолжается трансферная сага, которая внезапно возникла. На какой сейчас все стадии? Малком сообщил руководству Зенита, что мечтал бы поиграть за Париж. Зенит и ПСЖ обсуждают этот трансфер. Там много нюансов из-за того, что у Парижа напряги с финансовой фейрплей. То есть там аренда, потом уже выкуп. Зенит торгуется. Естественно, за символические деньги никто Малкому не отдаст. Приостановить контракт тоже нереально, потому что когда Малкома переподписывали, был с ним договор о том, что он не будет сваливать за ноль. В общем, идет торг, идет диалог. И, естественно, меньше, чем за десятки миллионов евро никто из Петербурга Малкома не отпустит. Что будет, если Малком все же останется в Питере без мотивации, разочарованный, будет включать пиратские трансляции чемпионата Франции и грустить, что он мог быть там? Я думаю, что ничего страшного не произойдет, потому что в эти полгода он все равно заработает в Петербурге те же деньги, что он бы заработал в Париже, плюс-минус. А летом, вот это уже проблема для Зенита, летом и Малком, и Венделл, и я думаю, что Клаудинью, и может быть Дуглас, и Бариос все равно будут смотреть на Запад. И вот если многие лидеры Зенита все же покинут клуб, интересно, как себя поведет руководство, потому что есть глобально вот две стратегии. Первая, брать ребят из Латинской Америки, здесь их развивать, раскручивать, толкать на Запад, то есть быть таким Шахтером без Еврокубков. Вторая стратегия очень примитивная. Грабить РПЛ всем игрокам, которые немножко засветились, предлагать условия заметно лучше, чем Спартак, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, быть глобально над рынком и превращаться в полноценную империю зла, потому что сейчас вот Зенит называют империей зла, но мне кажется, что мелковат пока что клуб для этого мощного статуса. А вот если будут просто выдирать людей из Спартака, предлагать типа 5 миллионов Соболева и Соболев такой, ну простите, ее не могут казаться, конечно, тогда Зенит можно будет ненавидеть еще сильнее. Что выберет Зенит, я, разумеется, без понятия, потому что я не Миллер, не Медведев и даже не Елена Илюхина, но дал бы 60 на 40 в пользу варианта с латиносами, потому что уже налажены связи с агентами и потому что сохранится хотя бы какая-то интеграция в европейский футбол. Ребятушки, 5 февраля в АПЛ матч Тоттенхэма против Монсити, готовимся заранее. Я над своей ставочкой еще думаю, обязательно ее озвучу у себя в телеграм-канале. Ну а вы можете поставить на Тоттенхэм Монсити с помощью моих легальных партнеров из Пари, потому что мои партнеры предлагают забрать фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария, проходим регистрацию, проходим верификацию, все вместе занимает не больше пяти минут, пополняем баланс, получаем тысячу, ставим ее куда-нибудь, например, на матч Сити и Тоттенхэма, выигрываем и чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами оплюхается. Прямо вам на счет. Самое главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари. Почему? Да потому что это лучшее приложение к спорту. Возможно, Джордан Ларсен проклят. Недавно был в спортзале, хотел посмотреть на экране эллипса матч Шальки 0-4, увидел матч Шальки 1-6, потому что именно с таким счетом они проиграли Лейпцигу. Но за Шальки играл наш с вами знакомый Джордан Ларсен. Один тайм он провел, естественно, мы не доверяем оценкам Хускорда. Но даже по этим оценкам Ларсен был худшим на поле в составе Шальки, а это надо было умудриться. Как он умудрился? 13 касаний, 0 ударов, пошел вон с поля уже в перерыве. Вообще, после ухода Тедеско и Спартака у Джордана Ларсена один гол на взрослом уровне. 0 голов в чемпионатах, какой-то тотальный кризис. Я не понимаю, почему он не казался бездарностью. Но вот, видимо, Тедеско и его тренер, он его раскрыл. Один мощный сезон, а дальше полная катастрофа. И сейчас этого Джордана Ларсена сослали из Шальки в Копенгаген. И это уже близко к какой-то жопе, к какой-то дыре. Как оживить карьеру Джордана? Я знаю, есть один вариант. Тедеско сейчас отправляют на пост главного тренера сборной Бельгии. Не надо. Нужно менять главного тренера сборной Швеции. Там человек засиделся уже почти 7 лет, руководит сборной Швеции, не попал на чемпионат мира. До свидания. Ставим туда Тедеско. Он вызывает Джордана Ларсена. Джордан Ларсен оживает, начинает забивать. Но это только моя теория. Футболистам РПЛ не хватает бутс. Инсайт РБ Спорт, который на самом деле не совсем инсайт. Много месяцев назад Адидас ушел с российского рынка. Расторг контракта с блогерами, комиками, ведущими и, естественно, спортсменами и футболистами РПЛ. Один остался российский футболист. У него действует контракт с Адидас. Это Алексей Миранчук. Миранчуку, кстати, респект. Лучший по гол плюс пас в Торино. Но вернемся к Адидасу. Вот опять же, продолжение инсайда РБ Спорт. Сейчас в РПЛ тотальная проблема с амуницией. Есть даже анонимная цитата игрока РПЛ. Или просто цитата анонимного игрока РПЛ. Не знаю, как грамотно. Поехали. Бутсы теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти. А вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные бутсишки продаются. Давайте так. Любой игрок РПЛ может оформить себе визу либо сам, либо с помощью клубного администратора. Через Стамбул или через какой-нибудь еще город отправиться в Германию, Италию, Францию. Там провести время очень весело. Купить себе нормальные бутсы и привезти их в Россию. Причем купить с запасом. Поэтому проблема, мягко говоря, высосана из пальца. Можно и потерпеть, можно и напрячься, а не просто стонать и жаловаться. Зидан может возглавить один из пяти клубов. Слухов полно. Они прилетают из всех источников. Я все скомпилировал. Давайте по пунктам. Марсель. Мне кажется, что Марсель для Зидана это как для меня Гачино. То есть Олимпик местный, как для меня ФК Канетабль. Туда Зидан может пойти уже так, на излете карьеры. То есть он скорее обозначает свой патриотизм. Вот, я из Марселя, я бы хотел. Но если поступит реальное предложение, он так, блин, я пока что не созрел. Мне кажется, у меня тут еще делишки какие-то есть. В жопу ваш Марсель подождет. Дальше у нас Ювентус. Вообще сложно себе представить сейчас Зидана в Ювентусе, потому что там какая-то тотальная жесть. Вот есть дело Дани Алвеса и дело Ювентуса. И за ними одинаково увлекательно следить, потому что постоянно новые подробности. С Ювентусом могут снять еще, еще очки, еще какие-то штрафы будут. Зидану туда, наверное, крайне опасно топать. Парис Энжермен. Но Зидан, как я понимаю, много раз им отказывал, их динамил. И он туда пойдет только если боссы-пассажири решат все. Нам позарез нужно сохранить Мбаппе. Мбаппе ставит условия. Ультиматум я у вас останусь только если придет Зидан. И Зидану насыпят столько бабла, что он просто не сможет отказаться. Логично, что дальше у нас идет Мадридский Реал. И говорят некоторые источники, что Перес в 2021 году не очень так расстался с Зиданом. То есть второй уход Зидана из клуба разрушил отношения Переса и Зинадина. Но есть и те источники, которые такие, вот, на самом деле у Зидана все на полнейшем респекте с Пересом. Флорентина ждет Зидана. Все дела. Неизвестно кому верить. Но что бы делал я? Вот у Карла контракт до лета следующего года. И я бы дал Карла отработать этот контракт. То есть сейчас при Анчелотте обновляются фланги обороны, покупается какой-нибудь нападающий. Опять же апдейтится линия полузащиты, потому что там уже Модрид, Кросс, они, мягко говоря, не самые молодые ребята. И уже после этого приглашается Зидан вот следующим летом, потому что Зидан себя показал как очень крутой тренер, особенно для больших матчей. Но как менеджер, как человек, который оформляет какие-то закупки, он пока что так себе. Ну и последний клуб, куда отправляют Зинадина Зидана. Мюнхенская Бавария. Нормальный совершенно вариант. Если Юлиан Нагельсман и со второго раза ничего не добьется в Лиге Чемпионов, то можно смело его отправлять в отставку, брать Зидана, состав там окей, точечное усиление. И Зинадин будет так, покуривая сигару, выигрывать Бундеслигу и пыжиться, пыжиться, пыжиться в Лиге Чемпионов. А там у него всего лишь один провальный сезон, за всю его пока что небольшую, но очень насыщенную карьеру. Поэтому Зидан для Лиги Чемпионов отличный варик. Друзья, пишите пожалуйста в комменты, вот если бы вы были агентом Зинадина Зидана, куда бы вы ему посоветовали пойти? Но естественно бан за слово физрук будет моментальным. Как не нужно смотреть мой канал? Оказывается у меня есть зрители, которые чтобы меня поддержать, зачем-то врубают VPN, потом переходят на YouTube, смотрят мои видосы и страдают из-за рекламы. Друзья, не надо страдать, просто смотрите, я буду уже вам дико благодарен, потому что там действительно куча рекламы, я как-то пытался зайти с VPN на YouTube, это настоящий мрак. Тем более пока что я снять деньги, которые мне капают за зарубежную рекламу, не могу. Там уже больше тысячи баксов. Надеюсь, что когда-нибудь наступят светлые времена, знаете, кто-то находит в куртке, например, 100 рублей или 1000 рублей, а я такой, ооо, а я же теперь могу вывезти свой косарь, или сколько там уже будет на тот момент, может быть несколько косарей, и конечно это будет прекрасный день, я там себе технику обновлю или еще какой-нибудь розыгрыш замучу, но я не представляю, когда это случится, сейчас трудно вообще что-то загадывать. Короче, самое главное, не смотреть меня с VPN, потому что это какие-то мифические левые деньги, а просто подписываться на мой канал, бить колокольчик и ставить ваши лайки, которые поднимают видосы в рекомендациях YouTube. Тем более, вот я ползу к 50 тысячам просмотров, я для себя просто понял, что каждые 100 подписчиков это 1%, и у меня уже 4% набраны, 4%, не так и мало. Надеюсь, что скоро этих процентов будет побольше, ну и последнее, я от вас не отстану, пока вы не посмотрите мое вечное видео про Арсенал, про непобедимых, ссылочка в описании, ползем там к 15 тысячам просмотров. Выяснилось, откуда деньги у Красавы. Если вы ждете сенсации, не ждите. Итак, есть такой ресторатор Тахир Халикбердиев, вы, возможно, знаете его, если сидите в Твиттере, он там активным пользователем был несколько лет назад, сейчас я давным-давно не видел его постов. Так вот, этот Тахир сейчас вице-президент Красавы футбольного клуба. Тахир дал интервью, где сказал, что клуб живет строго на деньги Евгения Савина, потому что Жека продал все, что у него было в России, перевез эти бабки на Кипр, и вот развивает свой футбольный клуб. Никакой новой информации, соответственно, для вас нет. Но есть микроскопические инсайды о жизни футбольного клуба Красава. Самое главное, отсутствие видосов, каких-то полноценок на канале Евгения Савина, это не какой-то хитрый план. А просто вот ребята занимаются футболом, пытаются как-то продвигать, подниматься в турнире на таблице, ну и у них то ли нет времени, то ли нет вдохновения на видеоролики. Но я не понимаю, почему так. Тем не менее, видосов нет, и вроде бы даже Евгений Савин разошелся со своим менеджером по рекламе. При этом некоторые сотрудники клуба работают в Красаве за 0 евроцентов, и Евгения Савина это полностью устраивает, он даже гордится, вот классно, за проект, ребята стараются, не за бабки. Мне же это кажется вообще неправильным, но это совершенно не мое дело. И самое-самое последнее. Вот главного тренера Красавы зовут Никас, и у него вроде как не было за плечами серьезной тренерской работы. Его изначально в Красаву брали ассистентом, а главным тренером должен был стать кое-кто заметный, кое-кто с футбольным бэкграундом в Европе, известный человек в России, не менее известный человек, но сорвались обе кандидатуры. К сожалению, имена я называть не имею права. Как развалился Золотой Спартак, и кто в этом виноват? Денис Глушаков дал огромное интервью, вернее прям целый монолог Игорю Робинеру, вышло в двух частях. Я прочитал, сделал выводы и расскажу свою историю. 16 апреля 2017 года я ходил в клуб 1703, своими глазами наблюдал за версус-баттлами, после этого довольный и такой предвкушающий зрелище, дошел до торгового комплекса галерея, сел там в Эльпатио, достал айфон, чтобы посмотреть матч Спартак-Зенит, и было понятно, что это ключевой матч вообще всего чемпионата, что Зенит сейчас либо выигрывает, либо Спартак чемпион. И я сидел, и это тот самый случай, когда бомжа корежило, потому что я не отрицаю в матчах со Спартаком, я всегда болею за Зенит. Зенит проиграл, причем проиграл по делу, Дзюба после этого матча сказал, гонка закончена, ну и было понятно, что гонки действительно уже никакой нет, и, естественно, я такой, ну ладно, чемпионы, надо будет потерпеть, надо будет как-то смиренно к этому относиться, поздравить своих красно-белых друзей, но это явно ненадолго, потому что, во-первых, это Спартак, а во-вторых, тогда моду набирали, и к джи всякие метрики, и было ясно, что Спартак тотально перебрал, мне казалось, да не-не-не, дальше все будет окей. Но дальше Спартак развалился только потому, что там был чудовищный менеджмент, и об этом как раз рассказывал Денис Глушаков. Например, из монолога Дениса выяснилось, что еще в 2016 году, после срыва переговоров с Курбаном Бердыевым, Массимо Карреру одобряло не само руководство Спартака, а просто консультировали с футболистами, типа, ну чего, оставляем или нет? И футболисты такие, мы важные, мы очень такие деятельные ребята, у нас есть авторитет, поэтому давайте, пускай Массимо остается, вроде нормальный мужик, но чтоб в штаб он больше никого не смел набирать. Почему футболисты это решают, совершенно непонятно. Или Глушаков прямым текстом говорит, что идет чемпионский сезон 16-17, Спартак зимой оформляет какие-то трансферы, там подписывают Селихова, Самедова. И Глушаков такой, да не нужны нам были новые игроки, вообще нахер надо, мы бы и тем составом справились. Я так понимаю, он открыто говорил, не-не, никаких трансферов, у нас есть уже наша группировка, наша банда, все, никаких новичков быть не должно, он так открыто выступал против Самедова, который в итоге забил победный мяч Зениту, но Глушаков и до сих пор уверен, свято уверен, что Самедов был необязательным таким подписанием. Это же тоже бред, почему футболисты вообще считают, что они могут определять, кого брать, я не знаю, это Спартак. Самая тупая история из того Спартака, уже все стали чемпионами. Федун вызвал к себе Карреру, хочет его отблагодарить, дает ему миллион евро, я не знаю, наликом, не наликом, не важно как там, может быть чемодан с деньгами просто, и говорит, это тебе и твоему штабу, по версии Дениса Глушакова и по версии хейтеров Массимо Карреры. А Массимо присвоил лям себе, и потом его уже заставили, чтобы он премками поделился своим штабом. Почему Федун, Леонид Арнольдович, не мог сразу вызвать к себе весь штаб, сказать, пацаны, молодцы, красавцы, вот вам по конверту, уходите с миром, чтобы все сразу были довольны, сразу такие, о, все нормально, бабки все есть. Почему так было не сделать, не ясно. Почему делегировали Каррере распределение премиальных, и даже не сказали, сколько он должен дать штабу, неизвестно. Это типичный Федун. Еще одна дебильнейшая ситуация. После классного чемпионского сезона Глушакову нужно было продлить контракт со Спартаком, а ему почему-то предлагали какие-то нищенские условия, переговоры затягивались, и тут матч с Рубином у Спартака, Федун после игры спускается в раздевалку и говорит, Денис, я тебе предлагаю такие крутые условия, а ты почему-то отказываешься. И они начинают при всей команде в раздевалке выяснять, сколько же денег Федун давал Глушакову. Потом выяснилось, конечно, что Денису доносили вообще не те суммы, что он лично потом договорился с Федуном, что у него была нормальная уже зарплата, но агенты его так и не простили. Но в целом, при других футболистах обсуждать какие-то суммы, это какой-то тотальный моветон. Я узнавал, это ненормально даже для российского футбола. Ну и логично, что в такой обстановке Массимо Карреро уже не знал, кого слушать. Либо Федуна, который дал ему шансы, который платил ему бабки, либо агентов, которые к нему подсосались и которые ему выбивали какие-то условия получше, либо футболистов, которые сделали его королем и чемпионом. И предсказуемо Массимо Карреро абсолютнейшим образом поплыл. Игроки это видели, это чувствовали. И агенты просто как стервятники пытались последние кусочки для себя урвать. Как мы помним, все закончилось по принципу домино. Если говорить о самом футболе, то в сезоне 17-18 Спартак играл по качеству даже лучше, чем в чемпионском сезоне. Зенит в ноябре вообще отлетел без вариантов. Ну а дальше у нас идет весна. Проигрыш Тосна в полуфинале Кубка России. Глушаков вышел на 81-й минуте. Его обвинили в том, что он слил матч. И долго-долго об этом говорили. Долго на него давили. Хотя это бред полнейший любому, кто хоть раз вникал в какие-то футбольные делишки. Ясно, что не сливают так матчи. Но после Тосна поражение от Динамо, не попадание напрямую в Лигу чемпионов, потом в квалификации поражение от Паока, потом продажа промеса из-за финансового фейерплея, потому что не досчитались бабла от УЕФА, а дальше некому забивать. И все совсем грустно. Ссылают в дубль Глушакова и Ещенко из-за лайков, потом увольняют Карреру. И больше нет чемпионского Спартака. И кто же виноват в этом саморазрушении? На мой взгляд, на 90% виноват Леонид Федун со своими умалишенными менеджерскими решениями. Потому что он вроде бы был вовлечен, а вроде бы занимался какой-то абсолютнейшей херней. Вашей версии? Пишите в комментарии, кто же виноват в том, что Спартака так и не стала. Не стала командой, которая могла доминировать в чемпионате России несколько лет. Барахло, ваши сильвестерские вопросы, мои твиттерские ответы. Прежде чем начнем, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я вам обещал конкурс на 40 тысяч подписчиков. Совсем скоро, уже на этой неделе он стартует. И я постараюсь, чтобы призы были действительно годными и очень футбольными. Так что подписывайтесь, ссылка в описании. А теперь переходим к вашим шикарным вопросам. Если бы тебе дали бюджет на сценарий про любую спортивную историю, что бы ты выбрал именно для полноценного фильма? Ну, во-первых, эпоху Зинодина Зидана в мадридском реале, то есть 2016-2018 год, три подряд Лиги Чемпионов, весь нутряк. Я бы пообщался по-любому с Марселло, потому что мне кажется, он очень общительный. Я бы поехал к Криштиану Роналду, потому что он с огромной теплотой вспоминает те времена. И вот прям сценарий можно себе представить. Рафаэль Бенитос в конце 2015 года проигрывает классика 0-4, вообще без шансов. Уже ясно, что Бенитос не железно Сантьяго Бернабео, и кто принимал решение, что вот сейчас мы назначим Зинодина Зидана, как Зидан проводил первые матчи, какая была атмосфера, все это можно было бы нормально повспоминать. Тем более, внутри кайства и команды очень мало. Да, были какие-то фрагменты записи из раздевалки, но мощных инсайдов, реально, каких-то историй вдохновляющих, я лично не видел и не читал, поэтому было бы крайне любопытно. Второй вариант для фильма очень простой. Я бы позвонил Марине Грановской, которая всем отказывает. Мне почему-то она бы не отказала, согласилась бы сесть со мной в темную комнату, мы бы включили проектор, выводили бы слайды с футболистами, которых она подписывала или которых она уговаривала продлить контракт, и она бы вспоминала все эти истории. Я уверен, что у нее просто дохренища сюжетов про футболистов Челси. Я бы просто сидел так с открытым ртом и иногда задавал уточняющие вопросы, а потом вырезал бы их на монтаже, чтобы получился настоящий монолог Марины Грановской. И последнее. Сборная России на Евро какого года? Не 2008-го. Про эту сборную уже есть на самом деле документальный фильм новинки Саша Дорский делал, но там все очень мило. Вот мы с Гусом так здорово добрались до полуфинала, мы там собирались ветеранами, обсуждали наши ошибки, мы себя физически очень круто чувствовали. Это все замечательно, это там лучшее лето нашего детства, все дела. А Евро 2012-го года, почему мы про него не говорим? Там же сборная была в настоящем прайме. Она была готова уже к подвигам, обыгрывают Чехов, громят, становятся фаворитами чемпионата Европы и дальше все по наклонной. С кем бы я общался? С Киржом, который, например, нанимал себе чартер в Россию, просто чтобы отдохнуть между групповым этапом и плей-офф чемпионата Европы с Аршавиным, который ваши ожидания, ваши проблемы, с тем самым депутатом, с Шароновым, который был в той сборной и которому вроде бы хамили в той гостинице, с Фурсенко, который не продлил адвоката, с адвокатом. То есть это был бы жесткий фильм, но довольно правдивый. Если бы у тебя был мужской подвал или гараж, в футболке каких трех футболистов в рамках ты бы туда повесил? Я прочитал этот вопрос в комментах, лег, смотрел в потолок и думал, вот кого бы я точно взял? Ну, первым делом Рональдинио, футболка Барселоны, синий гранатовый, несмотря на то, что я не очень люблю Барселону, Рональдинио главный футболист моего детства, чего ж тут спорить, Рональдинио бы висел 100%. Дальше. Серхио Рамос, белая форма с финала Лиги Чемпионов 2014 года, но Серхио Рамос для меня это символ праймового реала, то есть лидер, капитан, автор кучи важных голов, еще и мега качок. Иногда, вот реально до сих пор, когда мне лениво идти в зал, я вот нахожу ту фотографию Серхио Рамоса из 20-го года и думаю, ну, если человек в 34 года набрал такую форму, надо и мне топать в качалочку. И последний кандидат, много было вариантов, например, я отсек Куарежму в сборной Португалии 2016 года, мне Куарежма всегда нравился и форма там красивая, потому что вот тогда только начинался пик Аршавина, его не взяли на Евро 4-го года, но он уже творил магию и это воспоминание о Зените Петрожелла. То есть реально здесь нужно подобрать и хорошего футболиста, и красивую форму, и чтобы была с этим связана хоть какая-то история. Пишите в комменты, какие футболки в рамках повесили бы вы, ну а автору вопроса огромный респект. Будь ты медиа-менеджером прогрессивного канала, за которым стоят люди, которые хотят поглотить ОКО и составить конкуренцию в Матч ТВ, контракт на ТВ права какой лиги ты бы подписал. Это вопрос, который я дословно процитировал из лички ВК, и там несколько вариантов. То есть Италия, Германия, Испания или целый набор Португалии, Нидерланды, Турция. Я подумал примерно 2 секунды и конечно же Италия, потому что там в последнее время дохренища интриги, там много скандалов, там очень харизматичные тренеры, там играет Алексей Миранчук, и у меня полное ощущение, что Италия именно в медийном плане в России жестко недооценена. Германию развивать бесполезно. То есть да, там хорошая лига, много атакующих команд, много голов, много дыр в обороне, но там огромные проблемы с интригой, и в целом Вундеслига мегапопулярной в России, мне кажется, никогда и не была. А вот Италия, я бы что сделал первым делом? Я бы вернул хотя бы на обзоры голос Геннадия Орлова, потому что вот у нас 90-е, АПЛ с Елагиным, и по пятому каналу, серия А, Кальчо с Геннадием Орловым. Я бы вот эту вот аудиторию ностальгирующую каким-то образом бы привлекал, ну и в целом отправлял бы туда корреспондентов, пытался бы выуживать какие-то финансовые вопросы, но делал бы много-много яркого контента именно из-за того, что там крутая лига с атмосферными стадионами. Если у вас какое-то другое мнение, пишите в комменты, потому что вот Испания, например, ну да, там есть три шикарные команды, там есть еще три неплохие команды, но куча всякой ваты, за которой просто неинтересно наблюдать. Испания нахер. Состав топ-3 символический сборный. Возможно, вы думали, что этот вопрос поставит меня в тупик, что здесь сарказм, что я откажусь, что я солью этот вопрос. Нет, не буду так делать. На третьем месте у меня символическая сборная тура от Спортэкспресса, потому что благодаря ей родился величайший совершенно баян. Роман Максимюк, который играл на рубеже тысячелетий в Зените, попал в символическую сборную тура от Спортэкспресса, показал газету жене, сказал, меня вызвали в сборную, она поверила, а он поехал по каким-то бамям, по каким-то казино, просто кутил настольному хоккею в 2009 году был матч против сборной Москвы перед началом командного турнира. Я играл за эту сборную, набрал, по-моему, три очка из десяти возможных, мы проиграли, но все равно было приятно оказаться в символической сборной Петербурга. Ну и на первом месте символическая сборная Евро 2008 года. Изначально, я думал, что туда попали и Зырянов, и Аршавин, и Жирков. Проверил, Зырянова, к сожалению, там нет, но Жирков и Аршавин наши родные. Вот я тогда испытывал самую настоящую гордость, а теперь еще и обнаружил в списке молодого Луку Модрича. Я такой довольный, потому что Модрич, по-моему, не забил там пенальти за Хорватию, очень сильно переживал, но в сборной оказался, поэтому это моя любимая сборная. Какие слова из лексикона старшего поколения тебя раздражают? В основном, это слова, которые уже просто тупо устарели. Например, весьма, типа я добавил, весьма мощный контент. О, я такой весь дворянин из себя. Или мол, дабы, коль, дескать, это все какой-то нафталин. Хотя вот слово якобы, меня просто выводит из себя, это слово ибо, вместо потому что. Ибо. Блять, какое еще нахрен ибо? Причем так говорят не только всякие пердуны, но и типа интеллектуалы. На самом деле, это просто фанаты фэнтези в основном. То есть, «Властелина колец», «Звездных войн», «Грязных волос». Они такие, я пошел туда, ибо там продается совершенно замечательное вино. Боже мой. Ибо. Мерзейшее слово. Вопрос для вас. Пару недель назад мой подписчик, который работает диджеем в баре, заметил, что к нему в бар пришел Сергей Давыдов, тот самый, который стрелял из лука. И Сергей Давыдов заказал четыре композиции, чтобы они звучали на весь бар. Это типичный выбор футболиста, как мне сказал диджей. Угадайте хотя бы одну из этих композиций. В комментах пишите ваши варианты. Три трека на русском, один это такой иностранный рэпчик. В общем, жду ваших вариантиков. Сегодняшний привет летит в Салехард. Мне сказали, что три года просили туда привет. Наконец-то передаю, извините за такую огромную, огромную паузу. Мне сказали, Салехард, привет. И, конечно же, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш бесценный лайк. С вами был Павел Городницкий. Чао. Малком хочет в ПСЖ. Бл***ь. Бл***ь. А! А! Бл***ь. Су**ть. А! Ё***ь. За***й. Ча***ц. Аху**ть можно. Сколько тут минут-то? 45 какой-то ху**ть. Дим, прости. Ирина Городница.